Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Сегодня я буду говорить на тему грядущей войны Гога и Магога, а также о Фаиле и Эзекииле. Несколько лет назад нам повезло посетить дом бывшего президента Израиля. Обычно он закрыт для посещения, но нам дали разрешение. И мы увидели нечто интересное. Мы увидели таблички, которые, как говорят, привезли с могилы пророка Иезекииля, которого похоронили в древнем Вавилоне. Их привезли президенту домой. У нас есть фото. Вот это таблички Иезекииля. Они впечатлили меня. На этих табличках буквы подняты, а фон находится ниже. Кто-то уделил немало времени тому, чтобы выполнить их. Но сегодня мы сконцентрируемся на этом пророке. Мы сконцентрируемся на его пророчествах о последнем времени. Если открыть Писание, то мы найдем там книгу Иезекииля. Мы начнем с 36 главы. Это пророчество о горах Израиля, о том, как Бог однажды восстановит горы Израиля. Часто под горами этой страны подразумевается Самария, Иудея и Иудейская пустыня. И Иерусалим также окружен семью горами. Вот, кстати, эти горы. В 37 главе мы видим известное пророчество о долине сухих костей. Это было видение, которое пророк получил о том, что Израиль стал отдельными костями. Но потом на них появились мышцы и кожа, и они поднялись и стали великой армией. Большинство евреев, переживших Холокост и верящих в Писание, считают, что это пророчество из Иезекииля 37 главы говорит о том, как евреи пережили Холокост и ожили, создав страну Израиль. Это очень мощное пророчество. Они идут по порядку, если смотреть на главы в книге Иезекииля. После 37 главы идут еще две главы, на которых мы сконцентрируемся в ближайшее время. Это 38-я и 39-я главы книги Иезекииля. 38-я глава — это пророчество о соседних народах. И даже сегодня эти народы существуют, хотя в Библии используют их старые названия. Это исламские страны. И вы увидите, почему это важно, в ближайшие минуты. Но в 38-й главе мы видим, что соседние страны нападут на Израиль в двух местах, о которых мы поговорим в ближайшее время. А в 39-й главе мы видим последствия битвы, которую часто называют битвой Гога и Магога. Именно об этом мы будем говорить сегодня. Мы сконцентрируемся на войне, которая ждет нас в будущем. Это война Гога и Магога. На самом деле, согласно пророчеству, будет несколько войн. Давайте рассмотрим некоторые из них. Первая война, которую мы видим, я верю, что она ждет нас вскоре, это война Гога и Магога из Иезекииля, 38-й и 39-й главы. Она будет в последние дни, когда Израиль снова станет страной, а иудеи будут жить в безопасности. Вторая война — это войны Антихриста. Это несколько войн. В 11-й главе книги Даниила мы видим, что северная часть Африки, к которой относятся Ливия, Эфиопия и Египет, будет захвачена Антихристом и его армиями. Все это случится во время Великой Скорби. Кроме того, в Ветхом Завете мы читаем, что половина Иерусалима будет захвачена Антихристом, как и Ливан. Дамаск и Сирия будут уничтожены в то время. Мы говорим о масштабных, ближневосточных войнах, которые начнутся с приходом Антихриста. Это второй цикл войн, о котором мы читаем в пророчествах последнего времени. Третья война — самая известная. Мне кажется, что все в мире слышали о ней, если знают что-то о Библии. Она называется «Битва за Армагеддон». Откровение, 16 глава. И он собрал их на место, называемое по-еврейски «Армагеддон» или «Хармегидо». В те времена там был город. Во времена Соломона это был центр колесниц. Он находился на высокой горе. Рядом с этой горой находятся 200 квадратных миль равнин, которые известны как «Долина Армагеддона» или «Долина Израиль». Это место Великой Битвы последнего времени, времени Великой Скорби. Мы знаем, что Христос вернется. Это будет до тысячелетнего правления Христа на Земле. Битва за Армагеддон будет под конец Скорби. Затем Христос вернется и будет править на Земле тысячу лет. Откровение, 20 глава. А в конце тысячи лет, как сказано, сатана выйдет из бездны и возбудит армии Гога и Магога выступить против Израиля. Это приводило людей в замешательство, и они сравнивали это место с 38 и 39 главами Иезекииля. Некоторые даже утверждают, что это одна битва, но это не одна и та же битва. Последняя битва, которая будет в конце тысячелетнего правления Христа, называется битвой Гога и Магога. Откуда появились эти Гог и Магог? Мы покажем вам, что это духи, связанные с этими народами. Это ключ к пониманию того, что есть два места, где упоминаются эти названия. Итак, битва Гога и Магога последних дней. Затем битвы Антихриста и битва за Армагеддон. И после этого мы видим бой, который возглавляет сам Сатана. В этот раз Гог, а не Магог, возвращается назад. Это будет в конце тысячелетнего правления Христа. Сегодня мы хотим сконцентрироваться на 38 и 39 главах Иезекиеля. Мы хотим поговорить о коалиции, которая нападет на Израиль в будущем с двух фронтов. Этого еще не случилось. А затем мы поговорим о 39 главе и о финальных результатах битвы, к которым относятся и чистка оружия, и мертвых тел после масштабной битвы, которая еще не случилась, но случится в будущем. Я хочу начать с войны Гога и Магога и поделиться с вами тремя пунктами. Первое. Нет никаких сомнений, что все нации, записанных здесь, являются исламскими странами, врагами Израиля. Книга Иезекииля, 38 глава, со 2 по 6 стих. Второе. Эта война случится в последние дни, когда Израиль будет восстановлен. Это 38 глава, 8 стих и 16. Третье. Израиль будет контролировать местность, которую контролировал до войны 67 и 73 года. То есть Израиль должен контролировать голландские высоты, которые в Ветхом Завете назывались Бэйшан. Они вернули их себе во время шестидневной войны. Важно, чтобы вы понимали это. Сирия не может контролировать голландские высоты, когда начнется эта война. Их должен контролировать Израиль. Вот почему важно понимать, что сейчас такое время, когда есть все предпосылки к этому. Это ключ к данному пророчеству из книги Иезекииля, 38 главы. Сейчас я расскажу подробнее про голландские высоты. Благодаря подъему Персии, я буду упоминать Персию, и когда я упоминаю Персию, то это, вы должны понимать, современный Иран. Иран является врагом Израиля. В Иране есть люди, которые любят евреев, их любят лишь христиане. Есть подпольное движение, о котором я не буду говорить, потому что нашу передачу можно увидеть в интернете. Но Персия постоянно угрожала Израилю разрушением. Я хотел бы рассказать вам в первую очередь о том, что будет исламская коалиция из семи стран, которую будет возглавлять именно Персия. Об этом говорится в 38 главе со 2 по 6 стих. Кроме того, в последние дни будет война, когда Израиль будет восстановлен. Об этом говорится в 8 и 16 стихах. Израиль будет контролировать Байшан. Это важно понимать. Благодаря подъему Персии или Ирану и угрозам Израилю, нет никаких сомнений в том, что это событие случится. Иран постоянно угрожает Израилю. Эта война не могла случиться до 1979 года. Я вкратце расскажу вам об этом, потому что я на первой странице, а их всего 7. Так вот, давайте немного поговорим о Персии. Персию или Иран когда-то возглавлял Мохаммед Реза, или так называемый Шах Ирана. Он пришел к власти в 1941 году, а в 1979 году его отправили в ссылку. Он отверг советский контроль и выбрал Запад, а именно Британию и США в качестве своих союзников. Вот сейчас вы видите его изображение. Когда он обратился к ним, то был слабым, но потом он начал воплощать прогрессивные идеи. В 1962 году он позволил иудеям и христианам, живущим в Иране, занимать должности при правительстве. Христиане клялись на Библии, а евреи — на Торе. Это было неслыханно для мусульманской страны. Он был очень прогрессивным. У него возник конфликт с Айталой Хаммейни. Айтала считал, что только Коран можно использовать в управлении персами. Кстати, иранцы называют себя персами. Возник конфликт, и в 1963, через год после того, как он разрешил иудеям и христианам давать клятвы на своих священных книгах, этот закон отменили. В 1963-м также разрешили голосовать женщинам. Айтала Хаммейни был против этого. После этого люди начали бунтовать. Айталу изгнали в Ирак. Затем он оказался во Франции. Во Франции он записал множество посланий на кассетах, которые потом тайно провозили в Иран. Мы подходим к исламской революции 79-го года. Все американцы должны знать об этом. У Шаха Ирана был рак, и он выехал из страны на лечение. Он начал говорить об этом открыто в 78-м году. И когда он выехал из страны, в ней начались протесты против него. Его привезли на лечение в американскую больницу. Джимми Картер был против этого, хоть он был и другом США. Картеру не нравилось все это, потому что события выглядели слишком политизированными. И вот что случилось. В припадке гнева иранцы пошли на штурм американского посольства и взяли 52 заложника. Я помню, как узнал об этом в детстве. Посольство США в Тегеране на протяжении 440 дней было в осаде. Сначала США поддерживал Айтолу. Но во время этого бунта он обратился к радикальной шрицкой ветке ислама и захватил власть в стране. Тогда он начал выступать против Америки и Израиля. Это была иранская революция 79-го года. Тогда эта сторона ушла с прогрессивного пути, направленного на Запад, и отвернулась от Запада, от Израиля, от иудеев и начала сеять ненависть через радикальный шиитский ислам. Все потому, что 95% жителей Персии это мусульмане-шииты. А теперь посмотрите вот на какой интересный момент истории. США после событий 79-го года начали поддерживать Саддама Хусейна. США давали миллионы, возможно и миллиарды долларов, режиму Саддама Хусейна. А также обеспечивали его оружием, которые потом использовались в войне против нас. Все потому, что он стал буфером между радикальными шиитами и Израилем. Он не поддерживал Израиль, но был буфером. И поэтому мы решили, что вместо того, чтобы однажды вступить в войну с Персией, защищая Израиль, будет лучше, если у нас будет своеобразный буфер. Все это привело к десятилетней войне между Саддамом Хусейном в Ираке и Персами в Иране. Десятилетняя война, в которой погибли тысячи солдат. Все это ужасно повлияло на эти страны и принесло им множество проблем. А теперь давайте перейдем к текущей ситуации, потому что именно с этим мы имеем дело сейчас. Есть две ветки ислама, основные. Сунниты и шииты. Шииты составляют 20% от всего исламского мира. Мусульман где-то полтора миллиарда. Шииты составляют 20%. А вот 80% составляют сунниты. Мы всегда называем суннитов чуть более современными. Они живут в Иордании, Саудовской Аравии и других странах залива. Но бандиты, которые захватили самолеты 11 сентября, были связаны с Саудовской Аравией. Это изменило все, когда упали башни и был атакован Пентагон. Во времена Шаха, Британия, Америка и Франция поддерживали Персию. Когда же власть захватили радикалы, все изменилось. Радикалов в Иране поддерживают русские. Они являются главными спонсорами иранцев. Поддержка США прекратилась после захвата посольства во время революции 79-го года. Это интересно, потому что именно Персия поддерживает большинство террористических групп, которые нападают на Израиль. Они поддерживают АОП, Хезбалу и Хамас. Все эти организации получают свои средства от Ирана или Персов. Персия — это пророческое библейское имя, а Иран — это современное название. В новостях радикально настроенные лидеры Ирана говорят, что Америка — это большой сатана, которого нужно уничтожить. А Израиль — малый сатана, которого тоже нужно уничтожить. Эти лидеры настроены против Америки и Израиля. И теперь, когда вы лучше понимаете Персию, которая начнет эту войну, вот почему я делаю ударение на это. Давайте откроем снова 37-ю главу книги Иезекииля. Так мы будем нагляднее понимать, что будет. Это видение про долину сухих костей. Пророк Иезекииль увидел видение с долиной, в которой лежали кости. Ноги, руки, бедра, черепа. Все они лежали отдельно. Бог спрашивает его, могут ли эти кости снова ожить? Он отвечает, «Боже, только ты знаешь». Бог говорит, «Скажи пророчество этим костям». И когда пророк начинает говорить пророчество, Библия говорит в 37-й главе Иезекииля, что это весь дом Израилев. Это 11-й стих. И тут возникает вопрос. Я хочу прочитать их, не спеша, эти вопросы. «Оживут ли кости сии?» Это 37-я глава, 3-й стих. «Скажи этим костям, оживите». Это 37-я глава, 5-й стих. Затем он говорит, «Я обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу вас в дух». Это 37-я глава, 6-й стих. Затем кости начали соединяться. Это 37-я глава, 7-й и 8-й стихи. После этого он провозглашает пророчество четырем ветрам, северу, югу, западу и востоку, чтобы жизнь пришла к ним. Это 9-й стих. И вот тот стих, который я хочу показать вам. «Я изрек пророчество, как он повелел мне». И вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои. Весьма, весьма великое полчища. Я хочу, чтобы вы это увидели. Это очень интересно. В 37-й главе говорится о том, что они выйдут из своих могил. Это 12-й стих. Смотрите. Так говорит Господь Бог. «Вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилю». Здесь используется слово «гробы». 6 миллионов были убиты и похоронены во время Холокоста, но были люди, которые оказались на грани смерти у гробов. И метафорически Бог открыл гробы и вернул их в землю Израилеву, как сказано здесь. Вот почему иудеи считают 37-ю главу Иезекииля ссылкой на Холокост и восстановление страны Израиля после Холокоста. В доказательство этому давайте посмотрим на три ключа. Первый ключ. Бог говорит им, вы станете великой страной. Он также говорит, вы больше не будете разделены на Северное и Южное царства. Это 37-я глава, 15-й стих. А они были разделены на два царства. Но здесь мы видим лишь одну страну. Не север и юг. Они снова воссоединились, как мы видим это сегодня. Следующая фраза «выведу вас из гробов ваших». Это говорит о месте погребения. Это случилось после Холокоста, когда был восстановлен Израиль в 48-м году. Затем сказано «вы станете великой армией». И они стали. Это очень интересно. Еврейский корень «великий» означает «скручиваться». Но смотрите, что говорит пророк. «Я создам великий союз, объединив вас как одну страну». Вот о чем говорит пророк, когда использует фразу «великая армия». Кроме того, слово «великий», «гадол», может означать «превосходить силой». Если исследовать фразу «великая армия» и собрать все значения, то мы увидим, что Бог говорит «я хочу дать вам крепкий союз, и вы будете обладать великой силой, когда объединитесь и станете армией последних дней». Так оно и есть. Я хочу, чтобы вы посмотрели на время этого события в контексте того, о чем говорит пророк. В первую очередь обратите внимание на то, что используется название «Израиль», а не «Палестина». Название «Палестина» появилось в 3-м, 4-м столетии. Так называлась эта страна до 1948 года. «Израиль вернул себе землю назад через аннексию ООН». Иными словами, он не сказал «я приведу вас в Палестину». Он сказал «я приведу вас в землю Израилеву». До 1948 года земля Израиля называлась Палестиной. Но все эти события не могли случиться, пока эта земля была Палестиной. Она должна была стать Израилем, а евреи должны были вернуться назад. Первое. Эта война будет после того, как Израиль вернется со всех народов земли из ссылки. Это должно произойти после 1948 года, а также после 1967 и 1988, когда евреи начали возвращаться назад из России с севера. Мы живем во время, когда евреи возвращаются из языческих стран в Израиль. Эта битва должна случиться после того, как Израиль вернется на свою территорию. 38 глава 8 стих говорит об этом. Второе. Когда у Израиля будет великая армия, тогда и будет эта битва. Об этом говорится в 10 стихе 37 главы. АОИ, армия обороны Израиля, была сформирована 26 мая 1948 года. И они вместе с Китаем, Россией и США являются величайшими армиями мира. Израиль входит в первую четверку. Скорее всего, у него есть оружие, которым мы даже не знаем. Как сказал Беньямин Нетаньяху, нам пришлось разрабатывать его, чтобы выжить. У нас не было выбора. Теперь вы можете получить доступ к новому ресурсу Перри Стоуна — пророческому саммиту 2020. Пророческий саммит 2020 был снят на студии «Голос Евангелизации». Вы услышите 8 актуальных пророческих посланий от Перри Стоуна и Билла Клауда. Он доступен в наборе из 8 DVD или 8 аудиодисков. Этот сборник поможет вам и вашим близким разобраться с важными вопросами, актуальными в этот момент истории. Вот что вы получите, когда сделаете заказ. Какие события связаны с воскресением мертвых в последнее время? Перри Стоун исследует этот феномен в теме «Раскрывая код Маранафа» — как победить силу царства тьмы и высвободить силу царства Божьего. Билл Клауд рассмотрит этот вопрос в учении «Тайна разрушителя, царства небес и царства тьмы». Описывает ли Библия продвинутые военные технологии, которые уже есть у некоторых стран? Вы узнаете об этом учении Перри, будущие атаки ЕМП и апокалиптические пророчества. Утратили ли христиане контакт с важным духовным наследием, которое проявлялось в жизни библейских патриархов? Билл Клауд призывает вас вернуться к этой исторической связи в учении «Фактор Иосифа». В учении «Грядущая война Гога и Магога» и файл «Иезекииля» Перри Стоун расскажет, как символическое описание войны в книге «Иезекииля» может исполниться в последние дни. Билл Клауд исследует битву, которую упускают большинство учителей между Израилем и потомками другого древнего народа в учении «Война в Едоме». Раскрывая параллели между историей Еноха и описанием Второго пришествия Иисуса, Перри поделится своим учением шифр Еноха «Будущие космические знамения. Возвращение Христа». И напоследок, в послании «Тайна последних родовых сваток» Перри Стоун расшифрует пророческие знамения, связанные с Израилем, природой, космосом, церковью и язычниками. Тысяча зрителей присоединились к Перри Стоуну и Биллу Клауду на этом мероприятии, и теперь вы тоже можете побывать на пророческом саммите. Закажите этот актуальный сборник пророческих учений на нашем сайте или позвоните по номеру, который видите на экране. Вы также можете связаться с нами, написав по адресу, который видите на экране. Попросите предложение 20PS1 за пожертвование в 60 долларов или DVD. Ваша поддержка позволяет нам проводить мероприятия и нести Слово Божие людям всего мира. Спасибо. Мы с нетерпением ждем ваших звонков. Я знаю, что вам понравилось это удивительное учение Перри Стоуна. Никто не преподает Библию так, как Перри. И тем более из Израиля. Кстати, я знаю, что многие из вас хотели бы отправиться с ним в этом году в ежегодную поездку по Израилю, где он снимает большую часть выпусков фестиваля Манны. А вы не только насладитесь туристической стороной Израиля, но и получите личное внимание Перри, а также услышатся его невероятные учения. Обязательно запишитесь на эту поездку. Он подготовил новые уроки и учения для поездки в Израиль в этом году. Раз уж мы вспомнили учения Перри, то вам стоит воспользоваться предложением этого месяца и заказать учения пророческого саммита, которые подготовили Перри Стоун и Билл Клауд. У них получился очень динамичный дуэт. Они расскажут вам о библейских пророчествах и актуальных событиях. Мы бы хотели донести эти материалы тем людям, которые любят изучать глубины Слова Божьего. В мире есть много хороших учений, но лишь немного углубляются так серьезно в Слово, раскрывая глубины и красоты пророческих слоев Писания. Вот почему мы делимся с вами такими учениями. И не только здесь, но и на isow.org. Я глава Международной школы Слова, и мы также посвятили себя тому, чтобы нести людям глубокие библейские учения, как и все наше служение. Заходите на наш сайт. А также заходите на сайт Перри Стоуна, чтобы заказать учения пророческого саммита, а также множество других учений, которые доступны там. Я знаю, что это непростые времена для многих людей. Мир окунулся в настоящий хаос. Но у меня есть хорошие новости для вас. Бог не впал в хаос. Престол его не в хаосе. Власть имени Иисуса не в хаосе. Кровь Иисуса не утратила свою силу. Бог продолжает работать со своим народом. Происходят чудеса. Люди получают исцеление, спасаются, наполняются Духом Святым. Я верю, что это время станет временем пробуждения церкви. Продолжайте молиться за мир, за свою страну, за Перри и наше служение. Увидимся в следующий раз на фестивале Манны. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране. Или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы узнать больше, а также зарегистрироваться заранее.